Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Как всегда, он был в двух отделениях с антрактом. Первое отделение мы сегодня начнем с композиции, которая принадлежит замечательному американскому коллективу, который называется «Орегон». Мы уже исполняли одну из его пьес, здесь кто раньше бывал, это «Silence of a Candle». Сейчас прозвучит другая композиция этого ансамбля. Я просто два слова скажу для тех, кто не знает, что такое ансамбль «Орегон». Очень коротко скажу, что это был коллектив, который возник где-то в конце 60-х годов, в начале 70-х. Он состоял из студентов музыкального факультета одного из университетов штата Орегон. Они учились на джазовых музыкантов и получили дипломы как джазовый импровизатор. Но когда они выпустили первые свои альбомы, первые записи, то всем стало ясно в Америке, кто впервые их услышал, что это никакой не джаз. Это скорее какая-то камерная музыка с оттенками этнической такой музыки. В общем, это был один из первых случаев, когда возникло то, что стало потом называться «World Music». Их сразу признали в Европе, потому что в Европе там более широкие взгляды на музыку, чем в Америке. В Америке там считают джазом только то, что где есть блюз, где есть ритм, где есть квадрат зафиксированный, где есть свинг и так далее. Ничего этого у ансамбля «Орегон» не было. Они играли такую музыку какую-то странноватую. Ну, в общем, в Европе они прижились и стали ездить больше в Европу. Их даже иногда считали европейским коллективом. Но сейчас получит пьеса, в которой, в общем-то, есть все признаки и джаза, есть и ритм, и квадрат. Эту пьесу написал Райф Таунер, руководитель этого коллектива. Она называется «Hand in Hand», что можно перевести не столько как «рука в руке», а скорее «рука об руку». Есть такое выражение в русском языке. Итак, ансамбль «Орегон», Райф Таунер, композиция «Hand in Hand». «Орегон» Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Он исполнит песню, которую когда-то напел очень популярный человек, которого зовут Лайонел Ричи. Дело в том, что он не просто певец. Он когда-то был еще и саксофонистом, и членом очень популярной группы Commodores. Но потом он отделился, и в общем, уже в 1984 году был достоин премии Грэмми. Ну а сейчас получит песня, которая называется Every Time I Hold You, Лайонел Ричи. Every Time I Hold You I'm getting through that feeling all over me Every Time I touch your heart Oh, brings back those feelings and those memories Every Time I think of you, baby Every Time I think of you, baby I realize that hurt you, girl, that I set you through I grab this love, that I'd answer all And I know that an answer here will mean them to you Cause Every Time I feel my heart won't fly I only want to help you, girl, that I love you And Every Time I feel it worth me, time Only take it just for peace I'm the girl I can't resist Just can't stop the spreading inside Every Time I feel it worth me, time I'm the girl I feel it worth me, time I'm the girl I feel it worth me, time I'm the girl I feel it worth me, time I'm the girl I feel it worth me, time Cause Every Time I feel it worth me, time I'm the girl I feel it worth me, time You'll be taking the break, time Only take it just for peace I'm the girl I can't resist Cause it just can't stop this spreading inside Only take it just for peace I'm the girl I can't resist You'reilot address and sometimes But Itि informações I feel it worth me, time No! Every time, every time Семья в Канаде, в англо-говорящей части Канады, в Монреале, так как семья его была очень музыкальной, все его братья, отец, все играли на разных инструментах, и он сразу с ранних лет выделился в канадских во всех средствах массовой информации, стал выступать и постепенно занял все первые места. И тогда ему посоветовали перебраться в Америку. Ну и в общем, может быть он сделал ошибку, а может быть и нет, но он приехал в Америку и там начал исполнять свои песни, песни были очень непростые. Они скорее напоминали такой джаз-рок по форме, чем поп-фьюжн такой. Ну в общем, постепенно он обошел всех чернокожих звезд в Америке, и его начали там ставить уже палки в колеса. И вот это были все 70-е годы, пока его немножечко не подзажали. То есть его перестали передавать по радио, перекрывали в продажных пластинок, в общем, на какое-то время исчез. Но, кстати, потратил это время не зря, поскольку он, в общем, увлекся всякой такой восточной мистикой, театологией. И даже некоторое время проводил в разных монастырях. В Японии, например, в Перу дзен-буддизмом стал заниматься. И это тоже ему много дало. И потом он опять вышел на поверхность, и сейчас он выступает. Но я думаю, что современные поколения молодежи, вряд ли они будут что-то знать. Итак, сейчас вы услышите Джина Ванеля и одну из его популярных песен, которая называется «Fly into this night». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА